Данилов анонсировал важное решение по мобилизации ограниченно пригодных. В Украине хотят урегулировать вопросы, касающиеся мобилизации ограниченно пригодных к службе. Соответствующее решение примет сегодня Совет национальной безопасности и обороны, СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, СНБО, Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, пишет РБК Украина, есть в наших нормативно-правовых документах термин «пригодный» или «условно пригодный». Надо дать толкование, кто такой условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться, рассказал он. Дело в том, как отметил секретарь СНБО, когда такие люди попадают в те или иные части с условной годностью, есть некоторые процессы у командиров. Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета национальной безопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы, подчеркнул Данилов. Как добавил он, сегодня этот вопрос решением СНБО будет решен и «не будет никаких двойных толкований этих документов, это законодательные изменения», констатировал секретарь СНБО. Мобилизация в Украине. Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года, отметим, что ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. В то же время военнообязанные этой категории не могут служить в некоторых родах войск, морской пехоте, десанте и т.д. Перечень диагнозов, определяющих степень пригодности к военной службе, регламентируется соответствующим приложением к приказу Минобороны. Подробнее о нововведениях, коснувшихся мобилизации в Украине в сентябре, в том числе и ограниченно пригодных, читайте в материале РБК Украина, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.